Сердечно-сосудистые заболевания, к сожалению, одна из главных причин смертности или инвалидизации людей не только старшего, но и трудоспособного возраста. Вовремя оказанное правильное лечение позволяет увеличить продолжительность жизни пациента и улучшить ее качество. Один из важнейших этапов лечения – реабилитация. Это направление успешно освоили в городской клинической больнице номер один. Первые шаги космонавта по поверхности планеты и первые шаги пациента после инсульта. Робот-тренажер помогает восстановить навыки ходьбы. Уже уверена, надо стоять. Нравится вам так? Нравится, очень нравится. Оборудование для восстановления функций кисти, баланса, терапии верхних и нижних конечностей. Так пациенты проходят механотерапию. Сейчас мы попробуем нарезать еще раз хлебушек, чтобы в домашних условиях мы смогли приготовить себе обед. Любовь Кротова перенесла инсульт в январе. После болезни ничего не могла делать самостоятельно. Правую сторону полностью парализовала. Сейчас она восстанавливает БУ-активность. В помощь – эрготерапия. Пациентов адаптируют к окружающей среде. Уже немножко я готова даже. Потому что после больницы в Канаше я уже себя очень плохо чувствовала. Даже не знала, как дальше жить. А тут как-то они дают уверенность. Движение пошло у меня. Стала чувствовать стопу. Реабилитация комплексная. Есть еще массаж, физиотерапия и лечебная физкультура. В стационаре пациенты находятся две недели. Затем переходят на амбулаторное лечение. В год здесь проходит восстановление тысячи пациентов. Вот этот комплексный подход позволяет максимально короткие сроки восстановить пациента. Или полностью, или хотя бы частично. Средние такие цифры – это, в общем-то, мировая тенденция. Где-то 30-40% улучшения степени именно самообслуживания. Вот это такие показатели примерно среднемировые. Мы их достигаем. 65. Оставить? Да, лучше оставить. Или поменьше сделать? Нет, нет, давайте так. Хорошо. 65. Это пассивная разработка. Что? А это уже физиотерапия в травматологическом отделении. Здесь восстанавливаются пациенты, которые перенесли операции на порно-двигательном аппарате. Оборудование разное. Вот это для укрепления стенок сосудов и профилактики тромбозов, что важно после эндопротезирования. Некоторые пациенты проходят лечение в палате. Я вам сейчас смотрю постанка на коленную сетку. Одна-две недели в стационаре, затем дальнейшая реабилитация. Полторы тысячи пациентов в год получают качественное восстановление. Всем пациентам важно понимать, как правильно вести себя в жизни, как пользоваться костылями, правильный стереотип походки, научить правильно спускаться и подниматься по лестнице. То есть каждый наш пациент должен вернуться домой, понимая, что он в общем и целом готов к самостоятельной жизни, даже несмотря на то, что это ранние сутки после операции. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.